Приветствую вас, любители вкусного и интересного! Рад видеть на канале Доброслав 13! Лето наступило, время варить вкусный и замечательный квас. Разный, ржаной, пшеничный, хлебный, мучной, белый, коричневый. Но сегодня я хочу вам показать очень интересный, так полюбившийся мне в прошлом году, вариант кваса. Ягодный квас. Я буду варить квас с черной смородиной. Это одна из самых первых ягод в наших краях. Очень вкусная, очень ароматная, имеет насыщенный цвет, неповторимый, ни с чем его не спутаешь. Интересный аромат, вкус, легкую, приятную кислинку, очень хорошо освежает в жару. И вот сегодня сварим хлебный квас с черной смородиной. Как по мне, это просто великолепное сочетание. Включаю плиту и начинаю нагревать воду. К воде сразу добавляю хлебные сухарики. Едим хлеб, весь он не проедается, и я его частично подсушиваю, какой-то поджариваю в духовке. Здесь смотрите как, если хлеб просто подсушен, будет один вкус. Если часть хлеба немного поджарить в духовке, ну не до черных угольков, а так вот, чтобы легкие такие пригаринки появлялись, то, соответственно, мы получаем уже такой вкус легкой жженки в квасе в будущем. Более насыщенный хлебный вкус и аромат. И отправляю сразу все к воде. То есть я не измельчаю там никакие кубики, ничего. Просто хлебные сухари отправляю, соответственно, к воде. Сразу сюда же всыпаю сахар. Все пропорции, все раскладки будут указаны в описании ролика. И они достаточно простые. Я делаю на трехлитровую банку. Ну такой вот удобный формат, чтобы попить и постоянно делать новый квас. И все здесь будет крутиться вокруг цифры. Три, тридцать, триста, три литра. То есть три литра воды, 300 грамм сухарей, 30 грамм сахара. Сахара совсем немного. И 300 грамм смородины, свежесобранной из куста. Но мой опыт говорит, что отлично можно использовать вот не только свежую смородину, которую только что собрал, но и ягоду, которую мы заморозили. Сезон ягоды у нас не очень большой, смородины, да? Там буквально считанные дни, ну можно не пару недель. А потом все, а такого кваса хочется пить все лето. Поэтому смело используйте замороженную ягоду. Теперь все очень просто. Доводим до кипения, даем три минуты покипеть, выключаем и даю остыть до 30 градусов. Вот видите, какая-то там магия тридцатки сегодня, все-все вокруг получается. Здесь сахар растворится, ягода отдаст в наш квасное сусло цвет, вкус, аромат. Хлеб отдаст все свои свойства, это и вкус, и аромат, и отдаст определенные крахмалы, сахара. Квасное сусло, то, что в дальнейшем будут есть наши дрожжи. Квасное сусло настоится до 30 градусов, остынет. Я просто процеживаю все, что получается у меня, из хлеба не отжимаю, то есть не выжимаю, мут не собираю никакую. И чистой водой, теплой водой, довожу снова объем до трех литров. То есть восстанавливаю нужный нам объем. После этого будем вносить дрожжи. Ну что ж, друзья мои, остыло у меня квасное сусло. Я его процедил просто через сито, пролил через сито, и все, до трех литров воды восстановил объем. И теперь закваска, у меня в данном случае ржаная, но можно брать и пшеничную, обычную хлебную закваску. Какая есть под рукой, активированная, покормленная с вечера, то есть она сейчас такая сытненькая, бодренькая и веселенькая у меня закваска. Ай, приятный хлебный аромат, внес ее и перемешал. Важно, температура не должна быть выше 30 градусов, чтобы не убить закваску. При этом учитывайте, что и холодным ваше сусло не должно быть. То есть там температура, не знаю, каких-нибудь 15 градусов, это очень-очень низко. Оптимально 25-30 градусов. При этой температуре лучше всего будет проходить брожение, оно будет достаточно активное, бодренькое. Закваска сейчас почувствует корм в виде сахаров различных и будет их потреблять. В результате этого наш хлебно-смородничный компот превратится в квас. Мы его сквасим. Теперь накрываю просто полотенчиком, марлечкой, там не важно, чтобы никакая живность внутрь не попала. Можно, конечно, и под гидрозатвор поставить, но здесь это все лишнее. И оставляю при температуре 25-30 градусов на 12-24 часа. Через 12 часов, то есть вот у меня сейчас вечер. С утра я встану, приду, возьму чистую ложку, банка тоже у меня чистая, как бы никаких там загрязнений. Можно ее даже дополнительно подержать в духовке при 120-130 градусах минут 10, чтобы была она чистая и стерильная. Пришел, чистой ложкой попробовал, по уровню кислотности всему хватает, можно переходить к розливу. Если еще квас не готов, на ваш вкус, потому что квас это как и борщ, он у каждого свой и имеет свой вкус. Оставьте еще постоять, побродить. Получится кисло-сладкий смородичный квас. Хотите, чтобы он был более сладкий, внесите побольше сахарку. Здесь уже дело вкуса. И через 12 часов, ну а может быть и чуть больше, будем разливать по бутылкам и карбонизировать квас. Отставляю в сторонку, а сам иду ужинать. Зашел в ночи в цех, и смотрите, как у меня тут квасок завелся. К утру будет готов. Квас отбродил у меня где-то часов около 20, наверное. Я попробовал, меня по вкусу устраивает, хотя вот брожение еще продолжается. Видите, сверху большая достаточно пенная шапка. Чем дольше будет брожение происходить, тем, соответственно, сильнее все сахара съедят дрожжи. Квас получится более кислым и более забористым. Я очень кислый квас не хочу в данном случае. Это такой вот квас, который утоляет жажду. Он должен быть освежающим, с легкой приятной кислинкой, с фруктовыми тонами. И поэтому я останавливаю сейчас процесс брожения. Разливаю по бутылкам. Дополнительно всегда кладу марлю, потому что где-то какие-то крошки, мелкие там частички, что-то где-то остается. Какая-то вот взвесь, муть, чтобы напиток получался более, так скажем, чистый, более однородный, так скажем, без лишнего. Ну, это вот чисто вот мой такой загон, необязательная, так скажем, опция. В бутылку я добавляю из расчета, соответственно, 1 литр 10-12 грамм либо меда, либо сахара, либо декстрозы. Здесь уже по большому счету любых сахаров, потому что я хочу получить карбонизированный квас, то есть чтобы он был, так скажем, с газиками. Поэтому сахар дополнительно, стоять, 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 сахар дополнительно здесь нужен. Так же, как вот мы там карбонизируем либо пиво, либо медовуху, либо сидры, принцип плюс-минус тот же самый. Разлил, хорошенько перемешал и где-то на час-полтора бутылку оставлю, соответственно, здесь вот при той же самой комнатной температуре. Часть можно разлить в стекло, стекло это, конечно, всегда хорошо, красиво, симпатично, нарядно. Ну, можно и в пластик, будет выпиваться достаточно быстро, этот квас не для длительного такого хранения. Хотя из моего опыта, вот в стекле, чистом стекле, пару недель в холодильнике стоит без каких-либо проблем данный квас. Бутылку пластиковую, чтобы определить, как прошла карбонизация, поджимаю вот практически под горлышко и закручиваю плотно герметично. Бутылка такая кривая, косая в результате этого получается. Как бутылочка надуется, значит с карбонизацией все хорошо. Газов квас набрал и можно убирать в холодильник. С утра буду пробовать уже вкусный домашний квас. Так что с вами увидимся уже на дегустации. Лето наступило, жара на улице и квас черно-смородиновый готов. Посмотрите, какой у него интересный цвет. То есть он не похож как бы и на классический хлебный квас с черным хлебом, и не похож на цвет смородины. У него такой оранжевый, я бы даже больше сказал, оранжевый, уходящий в красноту цвет. Очень интересный и очень необычный. Я думаю, сейчас вот камера, наверное, передаст. На дне бутылки выпадает осадок. Это естественный процесс для данного типа кваса. Открываем и пробуем. Хлопок. Пенка совсем небольшая, но я не стремился к какую-то такую изрядную карбонизацию задать данному напитку. Что ж, давайте пробовать. Ароматика хлебная. И пробивается такая легкая кислинка и легкая ягодность. То есть вот черная смородина как таковая при таких количествах, она не доминирует, она не вылезает. Если хотите получить прям, чтобы черная смородина была на первом плане, то до 500 грамм увеличивать количество ягод. Очень приятный, освежающий, такой вот вызывающий аппетит аромат за вас, друзья. Легкая кислинка, легкая свежесть. Сначала хлебушек, а в послевкусии накатывает такая вот от смородинки кислиночка и аромат, ну характерный, очень характерный от черной смородины вкус и аромат. Его ни с чем не спутаешь. И вот он здесь просто на все 100% играет. Хорош квасок. Вкусный, интересный. Таким квасом в жару очень-очень хорошо утоляет жажду. Холоденького бокальчик пропустил и можно дальше идти работать. Повторяйте этот рецепт и вам будет так же вкусно, как сейчас мне. Делайте как мы, делайте лучше нас. Впереди нас ждет самое вкусное и интересное. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся.